Схема органа. Очень несложный, но полезный способ вычисления значения в этот член. Ну, чтобы не писать длинный индекс буквы, давайте напишем там даже третьей степени, хотя ровно так это в общем случае. Смотрите. Пусть у нас есть какие-то числа a, b, c, d. Мы отличаем axu плюс bx квадрат плюс cx плюс d. И мы хотим вычислить значение этого многочлена в этой точке x на t. Наивный способ такой. t умножить на t, получить t квадрат. Потом t квадрат на t, получить терминку. Потом вычислить c, bt квадрат, at квадрат. Каждый раз мы делаем ровно одну операцию умножения. Всего, как видите, пять операций умножения. Ну, и потом вычислить сумму три сложения для этого можно будет сделать. То есть, если мы больше n-ней степени, то будет n в сложении и 2n минус одно умножение. Оказывается, можно немножко скануть. Схема Роднера – это n умножение и n сложение. Идея следующая. Разделим нынешний член a, x, u плюс b, x квадрат плюс c, x плюс d с остатком на x минус d. Ну, если бы мы действительно делили, то это потребовало бы некоторого количества действий. Но сейчас вы увидите, что это самое деление не обязательно написывать уголком. А по сути те же самые операции, которые мы там будем делать, можно понять в следующем выпуске. Где он как-то, то его получает какой-то остаток и какой-то неполный участок. Прекрасно. Так. Если бы суть вместо x подставить t, то есть, t-t, это ноль, и значит, приятная, это как раз и есть. А t в кубе плюс b в квадрате плюс cd плюс d. Вмечательно. А если, посмотрите, если здесь я скреплю скобки, и посмотреть коэффициенты при x квадрате, при x, и свободный член, то получатся вот такие равни. А если их переписать, то получатся вот такие равния. Это и называется схема Морнера. То есть, вы начинаете с числа а. После этого его обозначаете альфа, умножаете на t, прибавляете b. Результат умножается на t, прибавляете c. Результат умножается на t, прибавляете d. Заметьте, в компьютере это абсолютно понятный цикл. И в результате вы числите t. Между прочим, если вы задумаетесь, а как разлагать многочеря по степеням x-d, то поймете, что для того, чтобы написать так число, плюс x-d умноженное число, плюс x-d в квадрате умноженное число и так далее, вообще-то вам нужно будет ту же самую систему Морнера применить, вот к этому Морнеру. Ну, а потом еще кто-то говорит, а так далее, пока степень не дойдет до первых данных, то есть пока не дойдет до конца. Вот это и называется схема Морнера. Это схема для вычисления значения Морнера в точке. Давайте посмотрим пример. Скажем, многочлен 2x в четвертой степени, минус 3x в квадрате умноженное число, по схеме Морнера сначала вычислено в точке t в квадрате. Честное слово, это совершенно случайные числа, никаких намеков, ассоциаций, и так можно делать с любым многочленом. Это очень просто. Выписываем все коэффициенты 2-3, 0, график Морнера. Здесь x квадрат не написан, но это вовсе не значит, что его нет, а просто есть коэффициент на 0. 2-3, 0, 2-5. Схема Морнера. Старший коэффициент переписываем. После этого его умножаем на точку, в которой мы все считаем, в данном случае на 2, и прибавляем к этому числу. Получается 2х2-3, 2х1-0, 2х2 плюс 2, 6, 2х6 минус 5, 7. Отлично. Мы нашли значение в точке. А теперь смотрите. Если нас интересует получение вот такой формулы, то есть для разглашения многочлена по степеньям вот этого умножения есть минус 2, то мы можем просто применить схему Морнера несколько раз. А именно, как это делается. Вот здесь вот достаточный процент переписываем изменений все время. И каждый раз степень на единицу уменьшается. Поэтому длина строки становится все короче и короче, да? Вот здесь вот. 2х2 плюс 1, 5. 2х5 плюс 2, 12. 2х2, 12. 24 плюс 6, 30. Здесь видите, да? 2х2 плюс 5, 9. 2х9 плюс 12, 30. Ну и немного осталось. 2х2 плюс 9, 12. Здесь просто 2. Все. А теперь посмотрите на наивный способ. В чем состоит наивный способ? Бишем y граф на x минус 2. Соответственно, x это y плюс 2. Подставляем вместе с x это самое y плюс 2. Раскрываем скобки по биному Ньютона. Раскрываем, раскрываем, потом приводим подобное. В этом моменте мы получаем ответ 2 и 4 плюс 13 и кукум плюс 30 и кукум плюс 30 и кукум плюс 30 и кукум плюс 7. Обратите внимание. На самом деле, конечно, ответы совпали. Но вот такая табличка, которая называется сперматология, гораздо быстрее, чем те участники. Хотя, конечно, ответы получаются один и тот же.